А согласитесь ли вы со мной, что зима это прекрасно? Если да, то замечательно. Но если вы другого мнения, то я вас постараюсь немного переубедить. Надеюсь, получится. Знали ли вы, что холод помогает в борьбе с болью? Ни слова больше. Сейчас мы всё расскажем. Холод снимает умственное напряжение. Да-да. Поэтому если вы устали, к примеру, на работе и хотите быстро прийти в форму, то просто нужно немного прогуляться и подышать свежим воздухом. Но будьте осторожны, делая вдох. Если за окном холоднее 7 градусов, то дышите неспешно. Иначе просто можете заболеть. А это совсем не нужно. Ну что, переходим к следующему факту. Холод повышает наш иммунитет. Как же это работает? Во время активности на морозе в организме активизируются защитные клетки, лейкоциты, которые борются с инфекциями. И при этом же повышается и выработка интерферона. А он способствует росту иммунитета. Есть исследования, которые доказывают положительное влияние низких температур на иммунитет. К примеру, люди, рождённые зимой, болеют реже остальных. А продолжительность их жизни в среднем на один год больше, чем у рождённых летом. Переходим к ещё одному интересному факту. Когда самые длинные ночи? В зимнее время, конечно же. Как известно, качественный сон – это наше здоровье. А долгие ночи, которые способствуют выработке в организме мелатонина, действуют на нас как снотворное. Кстати, во сне можно ещё и худеть. Но для этого температура в спальне должна быть в диапазоне от 19 до 21 градусов. Тогда будут вырабатываться особые ферменты, которые способствуют сжиганию жиров. Ну что, полюбили морозную снежную сказку? Я да. Теперь я точно не буду завидовать жителям тёплых стран. Ведь у них такого нет. С вами была Александра Савоста, но я не прощаюсь. Мы ещё увидимся, поэтому до скорых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова